Кроха сын к отцу пришел и спросила Кроха, аутлип же хорошо? Да, сынок, неплохо. И вот сегодня мы будем разбираться, какие же аутлипы хорошо, а какие не очень, на примере линейки Риот. Это самая простая линейка у производителя. До 2023 года эти велосипеды с колесами 29 дюймов обозначались Nine Wave, на колесах 27,5 дюймов Риот. С 2023 года обозначение Риот 29 и Риот 27,5. В этой линейке есть как самые дешевые велосипеды, так и верхние модели Риот Про. И сегодня мы пройдемся по каждой этой модели и расскажем, почему нельзя покупать какую-то модель или почему можно. И, в общем, выскажем свое мнение по поводу комплектации. Максим, спасибо за вводное. А можно вообще узнать, зачем мы снимаем видео про аутлип? Ну, потому что это одна... Аутлипа, по-моему, мы не продали. Да-да-да, нам никто, естественно, не платил, потому что Канада далеко. Но я надеюсь, что в Канаде нас услышат. Потому что аутлипа один из самых популярных брендов в России, как бы в низком сегменте. И очень, как бы, многие приходят и покупают эти велосипеды. Тем более, что это написано, что Made in Canada. А ресторан Канада существует в Москве, да? Я не знал. Ресторан Канада? Да. Обойдем здесь в ресторан. Ну, там обычно, наверное, создаются велосипеды. Аутлипа потом поставляется в Трелспорт. Ну, возможно. В общем, история об этом умалчивает. И начнем мы с самой младшей модели. Это Риот Спорт. И, собственно, про Риот Спорт мы снимали ролик. А это один из первых роликов на нашем канале Спорт Клик был. И там мы с Лехой вообще, как бы, хвалили эту модель велосипеда. Но именно в своем ценовом диапазоне. Потому что, ну, как бы, нельзя рассматривать эту модель без отрыва от ее стоимости. Да, ну, я вот смотрю. Тут заблаговременно распечатали. Риот Спорт, я так понимаю, самый легкий, кстати, в своей линейке, да? Как это неудивительно. Ну, опять же, информация с сайта, да? То есть мы не взвешивали, конечно, у нас их нету. С какого сайта? Ну, с сайта Трелспорт, конечно. Не, а вот Лип же есть канадский сайт. Да, есть сайт англоязычный, скажем, не канадский, а англоязычный. Но мы брали информацию с сайта Трелспорт. Ну, в общем, я вот смотрю на то, что у меня здесь распечатано провилку, там, а за трансмиссию колеса считаю, что это очень хороший велосипед за свои деньги. Ну, естественно, в комментариях у нас есть гораздо более солидный эксперт, нежели мы. Безусловно. У них там и диван помягче. И жопы пошире. И сидят они на нем подольше, да. Но как бюджетный велосипед, я вот смотрю, нету ничего криминального. И вот, ну, я вот помню, что на Риоте Спорт просто не указано. Единственное, что мне там не нравилось, это сзади у нас стоит трещотка. Да, трещотка, это, конечно, косяк. В остальном велосипед вполне себе. Там самая простая летая вилка, но тут нечего взять. Там все самое простое. Но я считаю, что если на нем по-простому кантаться, на нем нельзя убиться. То есть он под вами не развалится. Мы просто не так давно с Максом там гоняли в путешествии. У нас там один товарищ, он эксперт в области дешевого китайского говна. Да-да-да, есть такой. Знаете, я там хвалю, например, Хаген за 130 тысяч, который, да, в Китае там собран. Но это бренд, так сказать, с российскими руками. Вот. А он говорит, бля, зачем его за 130 покупать? Можно купить Хульду за 60 карбоновое на Азоне. Вот. Благо, Леха, наш механик, купил эту Хульду. Или что он там себе купил? Он не покупал. Это был клиентский велосипед, который с разрешения самого владельца был протестирован Алексеем и неблагополучно сломался. Я считаю, что наоборот, велосипед благополучно был протестирован. Всем было показано и доказано в комьюнити, что это полное говно. Извините за откровенность. И такие велосипеды покупать ни в коем случае нельзя. Кто не в курсе, Леха просто ехал прям, затормозил, и у него развалилась вилка от торможения. Ну, то есть вы должны представлять, да, что когда тормозите передним тормозом, у вас, соответственно, идет усилие на вилку. И, собственно, на левой ноге стоит тормоз, левая нога и нахер оторвалась. Так, ну, это про китай-кан. Я бы сказал, что это больше лотерея. То есть вы берете это все на свой страх и риск. Готовы рисковать своей жизнью, здоровьем. Берите, никто вам в этом не помеха. Хотите что-то более, так скажем, предсказуемое, берите фирменное. Совершенно верно. И возвращаясь к Outlip, Outlip это все-таки фирменное. Так же, как и Хагин, например. Я не слышал истории про то, что кто-то на Outlip убился, потому что там что-то плохое. Пере вверх не отрывается. Ну да. Не, это, друзья, все к тому, что даже на самой простой модели от Outlip стоит вилка с литыми штанами от хоть сколько-нибудь известного бренда, и это уже хорошо. Да, бренд, если вам интересно, Zoom. Ну, я бы сказал, что из плюсов я бы выделил это литые штаны. Это переключатели TI-300 Tourney, потому что они дешевые, и они вечные, если их использовать по назначению. То есть они мало ломаются. А если сломались, их вон пришли, купили за достаточно дешевые деньги, там, я не знаю, меньше тысячи рублей вроде, как они сейчас стоят. Вот. Поставили, катайтесь дальше. И из минусов я бы хотел отметить, что у него стальные втулки, которые не литые, а как это? Составные. Да, составные. То есть чашки впрессованы отдельно. Но это издержки уже... Да, точнее, фланцы для крепления спиц, они напрессованы отдельно на корпус. Да, но хочу сразу сказать, если вы придете в этот магазин за этим канадским велосипедом, то не факт, что там будет стоять Tourney, потому что эта информация в данный момент с сайта про велосипеды 24-го... И 23-го, и 24-го года. 23-го и 24-го года. Мы с Максимом уже не имеем отношения давно. Вообще давно. В Канаду не летаем, не смотрим, что там стоит на этих велосипедах. И людям не рассказываем, что на сайте написано одно, а по факту другое. Вот. То, что мы вам сейчас говорим, взято с сайта. Информация может отличаться. А вот Лип такое любит. Так, я добавлю, что модель Riot Sport 23-го модельного года стоит сейчас 28 700. 24-го модельного года стоит 31 900. Вот. В общем, 123-й, что 24-й год, по сути, полкомплектации одно и то же, поэтому тут, ну, только цветами отличаются. Я еще в защиту от Липа могу сказать, вот именно серии Riot, что я ни разу не слышал каких-то негативных отзывов о раме, да? Что она там тореснула, сломалась, то есть надежно сварена, алюминиевые трубы друг к другу приварены. В общем, ни у кого никаких проблем с рамой точно не возникало. Ну, это, скорее всего, из-за того, что просто люди, которые покупают такие велосипеды, они их не используют там в каком-то экстремальном катании. Ну, максимум, что может быть, они повесят себе сзади какой-нибудь баул, чтобы покататься, я не знаю, в каком-нибудь микропоходе. А может быть и в круглом походе, я не знаю. Но вот что-то такое, где совершаются предельные нагрузки, такого в этой линейке еще нет. Я считаю, что это модель велосипеда специально для тех, кто вообще не ездит на велосипеде, даже не планирует какой-то апгрейд, потому что апгрейд этого велосипеда встанет даже минимально и дороже, чем стоимость этого велосипеда. Там только поменять втулку под кассету, там систему переключать, и все это будет стоить больших денег. Поэтому, если вот раз в неделю 5 километров с ребенком по парку проехать, то и, наверное, лог. Я считаю, что Риот Спорт – это велосипед, который никогда, ни за что в жизни не подходит для апгрейдов. Рама – хрень. Поэтому вся линейка Риот, как мне кажется, не подходит для апгрейда, я что-то смотрю. Рама под эксцентрик, что не очень, скорее всего, под прямой шток, что также не очень. Единственное, на что способна эта линейка – это мелкий туризм, легкий, и выходные прогулки. Да, ну, так, с моделью Риот Спорт мы… Не-не-не, еще не все, мне есть что добавить. Я считаю, что модель канадского велосипеда Аутли Приот Спорт подходит только для людей, ну, так скажем, эмоционально состоявших. Вот. Если вы покупаете своему ребенку велосипед Аутли Приот Спорт, а у вас ребенок очень активен, там мордюры, все дела, и он вам его через три дня привезет поломанный. Ну, это даже много три дня, через день, я думаю, что вполне… Проблема не в вашем ребенке. Гарантия. Не стоит ему там ругать и так далее. И проблема не в велосипеде. Просто они друг к другу не подходят. Я вот помню, у меня клиент в Канаде, ко мне приходил мужчина, покупал дочке велосипед, и потом пришел спустя год, купил такой же еще одной дочке. Вот он, он им идеально подходит. Потому что они так медленно, блаженно ездят перед этими… Как гранатскими достопримечательностями. Да, да, гранатские достопримечательности там вокруг теплого стана смотрят. А там перед бордюрами они слазят, потому что им страшно. Вот. И там велосипед в идеальном состоянии. Вот одна дочка у него год проездила, он приехал, второй купил, потому что довольно качественным был. В таком случае идеально. Вот. Для спокойных, неспешных прогулок, для аккуратных людей. Можно даже использовать, как говорит Андрей, для легкого туризма. Ну вот. Собственно, и все. Теперь я тоже закончил. Отлично. Переходим ко второй модели. Это Риот Комп, которая в 23-м году была, в 24-м году ее просто нет. Стоимость велосипеда 35900. Лично я считаю, это просто ненужная модель, которая является набором какого-то хлама. Вот. Кроме рамы, естественно, и вилки. Вот. Ну, на мой взгляд, вообще бессмысленная покупка. Поэтому в 24-м году его и нет. Да. Единственное из плюсов, что я здесь вижу, это гидравлическая блокировка на вилке. То есть не придется останавливаться, чтобы ее заблокировать, а просто на ходу можно... Да. Зум 100-миллиметровый. Но, друзья, смотрите, здесь, во-первых, стоит микрошифт MESA. 2 на 8 трансмиссия. Вообще бессмысленная. Все, что ниже адвента, у микрошифт, это мертворожденные, к сожалению, переключатели, которые там на саморезиках пластиковые шатаются. Да, они работают. Как-то работают. Да, и 300 лучше. Турнэй. Да. Не, любой шамана лучше, чем как бы... Ну, за исключением серии адвент, адвент-икс и xle. Как бы эти работают. Тут спору нет. Турнэй работает лучше. Сколько я настраивал шамана. Как же прекрасно работает Турнэй Тай 300. Вот. Единственное, что в Риот Комп спасибо, что тормоза механические. Никакой гидравлики нету. То есть вот вилка зум 100-миллиметровая, та же рама, которая выдерживает хоть какие-нибудь нагрузки. И что мы имеем еще? Ну, здесь еще поменяли втулки. Они поставили алюминиевый корпус, уже литой. Да, ну, уже, да. И на этом спасибо. А у меня вопрос. Что за ЖАК-7 тормоза? ЖАК-7. Да это не важно. Они механические, плюс-минус. Это копия каких-то нормальных тормозов. Они тормозят. И, в общем... Я говорю, основное их доставление, что они механические. Он был серого цвета в 22-м году, да? Да. Или в 23-м. Ну, мы сейчас про 23-й год говорим. Riot.com. Потому что в 22-м году он назывался Nine Wave, по-моему, com. Вот. Ну, ниже, чем 23-й год, мы сейчас не рассматриваем. Ну, что? Здесь только за кассету, как бы, вот. Наверное. Плюс по сравнению со спортом. Что втулку не придется менять, если захочешь перейти на... Я полностью не согласен со своими коллегами. Я считаю, что этот велосипед вывели не потому, что он какой-то плохой, а наоборот, потому что он самый хороший, и на нем меньше всего денег зарабатывала компания. Ну, это... Ну, это нет такой у меня информации, правда это или нет. Просто я так думаю. Вот. Типа, он всего на 4 тысячи дороже спорта, а каждая вещь в нем сильно лучше. Ну, не на 4, вот 28700 и 35900, вот посчитай. А я разницу считаю, 31 или... Нет, 31, в скобочках, это у нас цена 24-го года. А их нету 24-го года? Да, их нету. Я считаю, что он наоборот лучше, я не знаю, почему вы говорите, что мезо плохой переклюк. На моей памяти ни один мезо не сломался. Насколько я помню, он полностью металлический. Да пластиковый он... Пластиковый он... А, кассеты. Ну, кассета, да, вот за кассету плюс. В моей памяти почему-то он был металлический. Не знаю, он... Вот сколько я настраивал, вот эти вот саморезики, они входили в пластиковое тело переключателя. Может, я уже и запамятовал, но, кстати, втулки Кванда. Чем плохи? В дешевых велосипедах у меня в мире, где стояли втулки Кванда, я их тысячу миллионов лет стирал до состояния этих дорожек качения в чашках. Ну, раньше были хорошие тут, сейчас плохие, наверное. Может быть, и неплохие. В любом случае, это брэ какой-никакой. Вот ничего плохого в этом велосипеде не вижу. Абсолютно. Система 2 на 8, ну, она, конечно... Да и тут любая система, она не очень хорошая. Вот если взять нас троих, любая система из этих, она не очень хорошая. Хорошая система — это 1 на 11, 1 на 12. Все. Начиная, если с Ram GX, если Shimano, то, ну, Dior. Dior более-менее. Вот. Ну, в велосипедах такого формата, если взять там вот что-то фитнес, кросс-кантри и кантри, то это только 1 на 1. Все остальное — это шляпы. Но это бюджетные велосипеды, не забываем. Я считаю, что это хороший велик, который по качеству лучше Riot Sport. Очень сильно. Просто я помню, каретку в Riot Sport, и это вообще адовая вещь была. В компах не было таких проблем. Компы все были чуть как будто получше собраны. Ну, в общем, Riot Comp 23-го года не сильно дороже, чем Sport 23-го, и особенно 24-го года. Но уже поинтересней в плане апгрейда хотя бы там втулка под кассету, и можно поставить там уже и, наверное, 10-11 скоростей, да, и как бы не меняя втулку. Ну, вот за это плюс. Не, лучше в ресторан сходите. Ни в коем случае никогда не прокачивайте Outlet. Ну, по крайней мере, серия Riot. Да, данная линейка. Да. В общем, с компом немножко мнения у нас разделились. Ну, в общем и целом, это, наверное, велосипед, который при совсем отсутствии денег можно рассматривать покупки уже, потому что Riot Sport вообще никуда не годится. Ну, вот, к сожалению, Riot Comp в 24-м году вообще почему-то не было, да. И мы подходим к следующей модели. Это Riot Elite. И это вот та модель, которую я вообще бы не рекомендовал покупать, потому что она весьма спорная. Слушайте, начну с того, что, да, вилка там неплохая, Suntour XT30 на Elite. Но мы сразу видим гидравлические тормоза Як или NUT. NUT это в 23-м году, в 24-м Як. Хрен редьки не слаще вообще. Это мертворожденные тормоза, которые нужно выкинуть. Считайте, что вы покупаете велосипед без тормозов. Гидравлические. Да, именно гидравлические, да. Ну, а велосипед без тормозов, я считаю, что это бред. Выкинете тормоза NUT, купите себе орешков в магните, будет полезнее. Да, да. Ну, тут тормоза в бюджетном сегменте либо Tector 275, либо MT200. То есть, в общем... Да, это даже уже не бюджетный сегмент, я бы сказал. В пределах там 250 и MT200. Да, да, да. Будут везде. Хорошо, там настоящий брендовый MT200 можно купить по 4-4,5 тысячи за сторону. Да, но многое, что продается на зоне, копия. Да, эти копии можно купить за 4-5 тысяч рублей, наверное, две стороны. Да, дешевле. Да, может быть, копия Shimano будет работать, я уверен, что чуть лучше, чем те же NUT или YAC, поэтому велосипед без тормозов. Собственно, цена его 41 900 за модель 23-го года и 44 200 за модель 24-го года. Зачем и что подтолкнуло инженеров из Канады поставить такие тормоза? Наверное, не глядя на GT, который тоже на NUTE начали выпускать свои велосипеды. Вы посчитали, что это хорошие тормоза? Нет, абсолютно. По поводу тормозов понятно. Вот по поводу трансмиссии, конечно, могут мнения разделяться. Мне не нравится ни 1 на 8, как в 23-м году, ни 2 на 8. Ну, хотя бы 2 на 8 пошире диапазон чуть-чуть. Ну, 1 на 8 вообще ад. Извините, что я перебил, коллега. 1 на 8 вообще ад. Я в целом даже не хочу ничего говорить про эту модель. Просто скажу, что это полная шляпа. И сколько я себя помню, по-моему, мы их продавали вот с тобой меньше всего. Да. И то мы их продавали, если человек, ну, мне вот нравится он из-за цвета. Ну, окей, если вы ку-ку-бобо, вам, говорит человек, который разбирается, возьмите, либо дешевле, либо дороже, мне это вот это. В общем, ревот элит не берите. Кстати, был один случай, когда я продавал этот велосипед, я сразу предупредил человека, что тормоза на выброс. Он купил сразу МТ-200. Да. Ну, ему там цвет понравился и все, но никак иначе. Ну, по поводу гидравлических тормозов я уже все сказал. По поводу вилки, это уже Centur XCT, работающая вилка, адекватно работающая. То есть не надо сравнивать там вот со SRAM Fox, вот этими всеми конторами и так далее. Тридцатые ноги, гидравлическая блокировка, прекрасная вилка. Мой знакомый в детстве такой только мечтал, когда у него была вилка на 28-х ногах, он мечтал о XCT на 30-х. Да нет, ну... По поводу тормозов сказано. По поводу трансмиссии я считаю, что это кассета 11-42. Хоть и диапазон у нее большой, но из-за того, что здесь всего лишь 8 звезд, переход между ними очень резкий. И очень часто будут случаться ситуации, когда на одной передаче вам слишком тяжело, а на другой передаче, соседней, вам уже слишком легко. Поэтому 11-42, считаю, слишком избыточной на 8-ми скоростных трансмиссиях. Согласен, да. Я считаю, от 10 передач уже можно ставить широкодиапазонные фасеты. Да, но там можно еще, когда у тебя 10 сзади, там, да, хотя бы, можно поиграть с передней звездой, там, да, там 34-36. А здесь и ни рыбы, ни мяса. И спереди не пойми, что ставить, и сзади диапазон непонятнейший. Да, в общем, так как эти канадские велосипеды у нас не подходят для апгрейда, Ариот Элит, надо сходу туда что-то новое ставить. Вот так вот. Именно из-за того, что вам сходу надо поменять тормоза и подумать о трансмиссии, мимо. Да, я сейчас заметил, что мы не говорим про колеса, потому что говорить про колеса совершенно бесполезно. Они самые дешевые на всей линейке Ариот. Тут даже ничего не скажешь. Ну, я бы сказал, что колеса Ариот Комп и Ариот Элит ничем не отличаются. Вообще нет. В одних втулках Кванда, в других втулках Формула. Ну, у нас... Кто-то там скажет, что материал этих дорожек для подшипников отличается. Возможно, на Формуле уже со стороны кассеты будет латунная дорожка, но как будто бы в этом бюджете оно не сильно важно. Ну, в общем, друзья, вы поняли. Ариот Элит мы ни в коем случае не рекомендуем. Тут даже мнения не расходятся. Ну, я считаю, что провальнейшая, бесполезнейшая модель велосипеда. Да. Независимо от года. Да, и которая просто зачем-то дискредитирует общее имя Аутлипа. Я думаю... Сильнейшего бренда. Да, да. Ну... И вот самое интересное, мы сейчас подходим к модели Риот Эксперт, которая сейчас продается за 46500 в 23-й год и 51000 в 24-й модельный год. И вот этот велосипед уже мне нравится. Я бы его вот вообще рекомендовал бы, если бюджет ограничен, хочется велосипед уже плюс-минус какой-то современный. Пожалуйста, Риот Эксперт. Особенно... Ну, цвета у него тоже классные. Что скажете? Я считаю, что это самая хорошая моделька из всех, что тут есть. Она также абсолютно не подходит для апгрейда. Насколько я помню, у него всегда были самые красивые цвета. Если все как написано вот тут, то это классная, идеальная история. Но я на нем, правда, покатался. Мне там товарищ, которому я как раз упал, давал велик покататься. А, ты говоришь, Фиолет, это Риот Пробел. Круче. Да, это было круче. Риот Пробел. Это Риот Эксперт, это чуть ниже моделька. Тогда забудьте, что я говорил. Риот Эксперт, помимо того, что у него 9-ти скоростная трансмиссия микрошифт-адвент, у него вилка Сантур, 100 миллиметров хода тоже с блокировкой. Но она уже удалена с руля. Да, это уже плюсик. И, конечно, тормоза Тектра 275-е. В общем, велосипед, который, мне кажется, можно купить и не задумываться дальше об апгрейде, потому что апгрейд обойдется там уже в большие деньги. Но за его стоимость этот велосипед, в общем, предлагает какие-то плюс-минус современные решения, с которыми можно ездить и получать кайф. Да, но я могу сказать, я же могу провести параллели. Вот когда я катался на Риот Про... И перпендикуляры, да. Там же Адвент-Х стоит. Ну, мне не хватало лично диапазона ездить по асфальту. То есть у меня как раз была ситуация, как говорил Андрей, то кое-где-то я слишком легко переключился, уже тяжело. Это раз. И два, это колеса. Сами понимаете, что я спокойно на велосипеде не ездил, а Дубасе. Я уже в прошлом ролике или позапрошлом говорил, что я когда там ездил, с этого бордюра спрыгнул, с этой лестницы съехал сюда-туда, а колеса стали вот такие, и мне только по блату в мастерской их выпрямить. А так кому угодно их не будут выпрямлять, потому что слишком много работы, и это тупо нерентабельно. А если вы как-то активно катаете и вот такое исполняете, то одна покатушка — это вам новые колеса купать. Новые колеса сколько? Тысяч? Шесть? Ну, самые дешевые. Ну, самые дешевые, с ними тоже самые получатся. Ну, то есть, надо понимать, покупаешь дешевый велосипед, естественно, колеса не рассчитаны на какие-то там ударные нагрузки, прыжки там. Нет, это только по прямой, к сожалению. Вот. Ну, а так все равно, я считаю, что из всех он самый классный, если мы его купили и на всю жизнь. Да. Адвент будет работать, вилка будет работать, тормоза будут работать, рама надежная. Пожалуйста, ну, минимум за 46 500. Я считаю, что какой-то минимальный набор компонентов для горного велосипеда присутствует. Да. Плюс этот велик будет меньше всего головной боли доставлять владельцу. При обслуживании. Да, при обслуживании что еще из плюсов? Втулки на промах. Да. Передняя втулка, по крайней мере, на промах. Да, и он будет ощущаться сильно приятнее, чем Риот Спорт в езде. Да. Ну, собственно, и все, я считаю. Разницы типа от Риот Компа некоторые люди, мне кажется, не заметят именно по езде. А вот в плане обслуживания, естественно, заметят. Да. У тебя есть что добавить, Андрей? Ну, я просто могу вот так же там по плюсам и минусам обратись. Угу. Вилка XCM особо от XCT не отличается. Возможно, на XCM 32 ноги стоят стальные и удаленная блокировка. Сам удаленной блокировкой не пользуюсь. У меня ее нет, но когда пользовался, особо плюсов для себя не ощущал. Именно на Хартеле. По тормозам Тектра адекватные рабочие тормоза, легко прокачиваются. Самое главное, как и все любые, держать в чистоте, тогда они не протекут. По трансмиссии 1142 я уже говорил, то, что до 10 скоростей будет ощущение того, что диапазона недостаточно. И по колесам, ну, спасибо за прома. Износился подшипник там, начал люфт сеть. Вытащили, поставили другой. Если это не редкий размер какой-нибудь, поехали дальше кататься. Отлично, да. Лично мне добавить вообще нечего к этому. Поэтому перейдем к последней модели. Риот Про. Это хит продаж. Это вообще безусловно. В 23-м... В 23-й модельный год уже закончился. Во всех городах вообще его нету, в принципе. А, вот поэтому я его и не добавил. Вот, 24-й модельный год еще остался. И стоимость этой модели составляет 57-800 на данный момент. И здесь вообще ничего плохого сказать нельзя. У нас вилка подось. Стоит уже. Сантур не воздушный, но подось хотя бы, да? А смысл вилки подось, когда у тебя рама под эксцентрик? Согласен, но тем не менее. Не пустячок, а приятно. Нет, оно как будто бы, да, поприятнее иметь вилку с оси. Но сама рама как будто бы намекает на то, что пока смысла в этой оси нет. То есть вот так вот ты плавно мне сказал, что у меня велосипед говно. Потому что у меня спереди ось, а сзади эксцентрик. Ну, у тебя велосипед каких годов, и ты эту вилку ставил отдельно. Да, но без... Но, тем не менее, спереди хотя бы ось уже хорошо. Те же тормоза 275-я Тектра. Роторы, если я не ошибаюсь, там Шамана стоят. Это выожидание, что? Вот, Адвент Икс Трансмиссия 1х10, шатуны с полым валом уже стоят. Что у нас там? Седло, селе, рояль. Покрышки, которые уже из магазина Саня Езжай смог установить бескамерно на этих ободах. Да, вот, 24-го года модель. В общем, за 58 тысяч, ну, вообще, и роскошный черный матовый цвет, конечно. А, и у нас уже стакан под конус, да. То есть уже что-то где-то можно даже заапгрейдить. Нет. Хорошо, нельзя заапгрейдить. Я считаю, нет. Потому что смысла нет, конечно же, апгрейдить этот велосипед, потому что добавив там, я не знаю, 10 тысяч рублей, можно уже вектор взять. Да, вы берете вектор, который уже полностью на осях, туда уже можно хотя бы более-менее адекватный алюминиевый велосипед поставить, хорошую группу, теорет тот же самый, и геометрия там, как мне кажется, будет более приятной. Ну, вектор... Не фитнес. Это уже тема для отдельного разговора. Да, это уже не фитнес. Да, придерживаясь вот этой линейки Риот, про, конечно, самый лучший, потом вот, ну, эксперт, наверное, еще плюс-минус, все остальное не имеет как бы смысла, я считаю. Ну, или Риот Спорт, на который вот просто купил, один раз проехал и все, и убрал. Ну, вот как раз-таки тут можно выделить три модели, Комп, Эксперт и ПРО. Что там в ПРО, вилка под осенью, я считаю, это для данного велосипеда немного маркетинговая фишка для того, чтобы стоимость повысить. По поводу, так, тормозов там... Там 275-е. Те же самые тормоза на шамановских роторах уже хорошо. Больше предсказуемого торможения будет по трансмиссии. Адвент Икс 1 на 10. Микрошифт просто не люблю, аргументировать не буду, не нравится, не хочу. Но кассета там уже 11.48. 11.48. Ну, опять куча провала. Ну, тем не менее. Трансмиссии. Ну, ладно, допустим. Колеса там, скорее всего, такие же формулы на закрытых подшипниках. Да, да. Ну, я говорю, можно уже из коробки поставить бескамерку. Куда нужно будет... А там заявлено на TubeBus Ready. Там вот, я не помню, там то ли на покрышках написано TubeBus Ready, то ли на ободах. Но я говорю, Саня Ежай, вот он купил модель 23-го года и умудрился бескамерно установить... Просто это может быть везение. А может быть, это действительно... Он выворачивал покрышку наизнанку, чтобы немножко там что-то там... Я не знаю, что он делал. Но, в общем, у него не получалось установить. Они выворачивали наизнанку. Устанавливали бескамерно. Ну, внешне, одной стороной. Только после этого он перевернул, поставил на... Ну, в общем, у него получилось. Не важно. Ну, я считаю, что это нахрен не надо. Возможно, там повторюсь. Вот я не понимаю, что плохого в велосипедах под эксцентрик, в рамах под эксцентрик в этом люди. Ну, за 60 тысяч ничего плохого. Ну, я ничего и не говорю плохого про эксцентрик. Мерида. Вообще, я ее люблю и уважаю. Своим велосипед. Вот. Нет, тут идея-то такая, Лех, что велосипед на эксцентриках смысла нету апгрейдить и в него вкладывать деньги. Абсолютно никакого, да? То есть, если у тебя рама под оси, ну, сзади под ось, то да, ты как бы туда можно уже потихонечку добавлять. Ну, что-то из него интересное придумать. Но для чего? Для всего. Для более агрессивного катания. Тот же самый уже туризм потяжелее, тяжелый. Когда у тебя уже баула, ну, на раме под ось будет гораздо приятнее, потому что она меньше там будет внексить. И так далее. Особенно при высокой нагрузке на заднее колесо. Я тоже ездил на велосипеде с эксцентриками и так же апгрейдилась в велосипеде с эксцентриками. Ну, я уже просто из этого вырос с точки зрения профессионализма. И поэтому сколько велосипедов мной было построено для меня же на эксцентриках, я теперь никому не рекомендую этим заниматься. Запчасти все меньше и меньше. Заморочек все больше и больше. А выхлопа как будто бы нет. За хороший топовый велосипед на эксцентрик, за хороший топовый 26-й, там, либо любой 29-й велосипед на эксцентриках можно купить более-менее сносный велосипед на осях. И давай поставим... Да, наклейка ревизора. Да. Конечную точку. Лично я вот из этих пяти моделей, это, конечно, Риут Про и Риут Эксперт, две верхних модели. Я бы их, конечно, рекомендовал к покупке, если нет денег на что-то более интересное, там, на тот же вектор. Ну, экономить 5-10 тысяч рублей смысла не имеет, покупая более низшую модель, потому что намучитесь потом и за ремонт отдадите гораздо больше, там, какой-то апгрейд, может, захочется сделать. Ну, вообще, не стоит рассматривать. Но это лично мое мнение. Я тогда скажу, что из этого всего не стоит покупать только Риут Элит. Все остальное зависит от того, кому покупаете и как будете ездить. Чем меньше будете ездить и чем аккуратнее, тем можете дешевле себе купить велик. Чем чаще будете ездить, и чем там у вас будут более жесткие вылазки, тем лучше, естественно, покупать дорогу. Смотря на все эти S-Works, Пенарелл, ничего не хочется рекомендовать. Ну, все понятно. Это было прогнозируемо, потому что велосипед не ниже Arbea Alma H30, да, наверное, вообще рекомендовать. Я сейчас немножко предопережая, Андрей, я хочу сказать одну вещь. Лучше не жматиться. Андрей просто, не знаю, но он не понимает, как вас поставить на рельсы нормальных велосипедов. В общем, ребят, лучше не жматитесь. Если есть деньги, заплатите в три раза дороже, купите начальный велосипед, но брендовый. Arbea, Canandales, Pesh. Ладно, спеши, наверное, мне нету. Но вы меня поняли. Нормальный велик. Купите себе Riot Elite и как трансмиссия износится, поставьте себе нормальную шаманную кассету 1136 и катайтесь. Да, ну, в общем, если у вас нету совсем денег, но кататься хочется, конечно, Riot Pro либо Riot Elite. Друзья, экономить 10 тысяч абсолютно. Мы же сказали, Riot Elite самое говно. А, эксперт, эксперт, извините. Riot Pro либо Riot Expert. Вот две модели, которые можно, наверное, рекомендовать на начальном уровне. Ой, ну что, я тормозонат, да, порекомендовал? Ой, тогда эксперт, да. Эксперт, да-да-да. Все, Riot Expert и Riot Pro в нашем топе сегодня. Ну, а теперь, друзья, всем пока. Ездите на хороший велосипед. Рекомендую там Arbea, Spesh, Pinarala, Jamis. Марин. Jamis, не рекомендую. Хороший велик. Марин хороший. И Jamis хороший. И Jamis хороший. Все, в общем, это уже из другой серии. Закрываем лавочку. Мы сегодня про Outlip говорили. BMC тоже. BMC отличный. Редактор субтитров А.Семкин, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова